приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты спасибо за то что вы меня находите даже в телеграм-канале в эти дни моей ссылки спасибо вам за поддержку и за те пожалуй уже сотни наверное и звонков и писем вы меня находите в вайбере в мессенджере фейсбуке пишите смс ки кто как может найти тот так и находит это конечно очень трогательно но пожалуйста остановитесь остановитесь пожалуйста вы меня забросали массой сообщений комментариев и в ютубе комментарии бесконечный наташа где вы пропали уже осталось всего лишь несколько дней несколько дней скоро все это закончится я надеюсь благополучно посмотрим как это все разблокируется мне еще не было опыта блокировки в ю тубе это моя первая как это мой первый срок до поэтому будем надеяться все будет благополучно и скорость я вернусь на свое рабочее место но я конечно вам очень благодарна за ваше беспокойство мои хорошие очень много и в телеграме уже поступило комментарием особенно меня взволновали ваши комментарии что есть разговоры о сегодняшней трагедии в броварах что там что там какая-то пьянка гулянка какие-то девки да что там за я не поняла что это какая-то странная ситуация что якобы это было не рабочая поездка да и что-то такое вы меня просили пересмотреть расклад другого торолога по этому поводу я не буду никого пересматривать я вам просто скажу это не была никакая пьянка не гулянка вы что нет конечно это по определению никакой пьянки гулянки там не было карты у меня абсолютно четко это показывали но давайте чтобы поставить точку над и потому что я вижу что именно этот нюанс там собрал много прямо диспутов каких-то да давайте еще раз зададимся этим вопросом чтобы дал если вы уж хотите поставить точки над и давайте поставим и так денис монастырский давно с министра звали правильно денис мы сейчас обратимся непосредственно денису дело то что я сегодня это уже делал до монастырский я сегодня попыталась попыталась через карты поговорить с его душой и карты страшные трагические но я вам скажу там не было никаких гулянок ну это сто процентов давайте вместе вот просто это же интересная практика да давайте вместе денис денис сразу говорю мы не беспокоим душу душа она здесь она в страхе она в большом спокойствие не она еще не отлетела и и она хорошо отвечает она хорошо отвечает денис иди к нам иди к нам иди к нам иди к нам денис приходи и中 и там таличил денис восьмерка восьмерка жезла видите летит 5 пентаклей какие-то там где потери там где потери там где холодно голодно где люди люди в тяжелом состоянии до дороги еще скажи говори по умеренности девятка это какие-то вопросы вы решали вопросы каких-то людей которые не могут которые задержав которые переселенцы которые должны уехать которые должны выехать решали вопросы с людьми вопросы с людьми которые не покинули свою землю которые должны которые должны покинуть но не выехали не выехавших которые не смогли выехать работа карта работы я не могу наверняка но направление абсолютно точно показывает скажи мне что случилось что случилось огонь огонь они вспыхнули они горят они горели что-то отказала что-то заблокировал что-то они испугались уже что-то остановилось что-то заблокировал что-то неожиданно неожиданно трансформа где-то тех это что вертолет неожиданно семья 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 все 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 умерли ну что с техникой случилось скажи что случилось с техникой что с вертолетом страшный суд он не может сказать что с вертолетом случилось но душа не знает что с вертолетом случилось но смотрите чек пока душа душа говорит на вопрос что с вами случилось ты летешь что с вами случилось они загорел они начали гореть они начали гореть они испугались то было был страх разочарование от того что что-то остановилось остановилась какие-то преграды до преграды помехи какие-то возникли возникли какие-то блок заблокирован они заблокированы мы все мы все умираем смерть всех мы все погибли и бы летели ли они на какие-то пьянки гулянки ребят ну вы что карта работы работы рыцарь жезлов и они карта 1 летели до сама как вылетели там где это что-то касается понимаете людей которые понимаете вот нуждающихся может быть это те которые не выехали не переехали какие-то переселенцы что-то про людей это была какая-то работа касающаяся по пятерке пентаклей понимать тех кто оказывается вот в этой тяжелой ситуации да там дел холодно и голодно каких-то людей где где люди ничего то не получают это это была работа точно абсолютно это было точно абсолютно работа они горели они понимали что они все погибают что у них ни у кого нет шансов у них было какое-то время до того как они загорелись да то есть это не сразу и они только успели понять что они все погибнут они поняли что они все погибли понимали что у них нет шанса на спасение я пускаю тебя упокойся что тут можно сказать единственное что я попрошу не спекулировать этой темой потому что люди которые сейчас спекулируют этой темой и как-то обвиняют или пилота или само самих погибших в том что они были какие-то там мы не трезвые или что-то еще это и есть это и есть кармическое преступление на сегодня и ну не знаю не стоит этого делать это не брать это не справедливо это абсолютно точно был полет по работе я делала расклад без вас я говорила с денисом насколько могла я не знаю могу ли я это или не могу я с ним говорила и он отвечал и сейчас вы видите отвечает четко и пожалуйста не придумывайте не придумывайте вещей которые просто на голову не налазит потому что это возмутитель это возмутитель ну я думаю мы эту тему с вами закрыли следующий вопрос вопрос по арестович по арестовичу собственно расклад сбылся мы говорили о том что его не обвинят по большому счету так уж чтобы да это было судебным каком-то образом там из другу какое-то обвинение нет но дорога у него идет с башней его ждет разрушение разрушение его карьеры вы можете пересмотреть видео да и собственно расклад сбылся на сто процентов практически полностью имеем вот то что имеем обвинения какие-либо да является ли в данном случае он виноватым я считаю конечно вина есть просто единственное что я хочу сразу сказать и не следует вешать ярлыки также и делать его одного виноватым на самом деле это подстава он не ангел арестович он знаете тут попался не выдержал испытания медными трубами большой нагрузкой погнали погнали в общем то это подстава это подстава хотя сам арестович тоже знаете не золото но тем не менее я не могу энергетически он не является единственно виноватым и последствия на самом деле этого его заявления не такие уже и глобально страшны на самом деле они раздуты в какой-то степени там все все поняли но они раздуты желающими да ему нагадить это тоже нужно понимать да сразу столько такой взрыв информации который пошел против арестович это знаете ли тоже потому что принципе мы уже сталкивались с реальной ситуации когда действительно обломками ракеты в результате работы пв а они падали на дом и были пострадавшие действительно так было то есть это не придумано это не ничего действительно это было и это никак не знаете не скомпрометировала украину потому что действительно это может быть и виноват всегда тот кто эти ракеты запускает а здесь видите как было перекручено поэтому тоже расставляем точки на ды конечно арестович на своем месте да ляпал то чего не нужно не продумано у него но это какой-то степени подстава то есть обвинять его в каком-то специальном заявлении это не справедливо да хотя он конечно не ангел но это не справедливо нет это такого рода подстава была определенно подстав дальше и